Ноутбуки прочно вошли в нашу жизнь как удобные портативные устройства, которые можно и с собой взять и дома поработать. От их выбора разбегаются глаза. Есть и ультрабюджетные дешевле 10 тысяч рублей, есть и хорошие среднячки, а также топовые игровые гробы дороже 200 и даже 300 тысяч. Мы решили остановиться на самом массовом среднебюджетном сегменте до приблизительно 25-35 тысяч рублей. Что-то дороже уже явно имеет игровой уклон и подойдет далеко не каждому, а то, что дешевле 20 тысяч зачастую имеет производительность, с которой даже в интернете посидеть будет некомфортно, не говоря уже о плохих экранах и низкой автономности. Итак, у вас бюджет около 30 тысяч рублей и вы хотите приобрести себе ноутбук. В сегодняшнем видеоролике мы поговорим, чего следует от него ожидать и на что стоит обратить внимание при покупке. Процессор и видеокарта. Какой максимум можно получить за эти деньги? Это Core i5-8250U и NVIDIA MX150. Процессор неплохой, имеет 4 ядра и 8 потоков, при том, что это i5 с частотой до 3,4 ГГц. А видеокарта это полный аналог GT1030, которая делится на две версии. В случае с 25-ваттным теплопакетом это будет 1030 с GDDR5, что в общем-то неплохо. Но имеется и урезанная версия всего-то на 10 ватт, которая сопоставима скорее с 1030 на DDR4 памяти, что в два раза слабее старшей. Так что желательно смотреть на ту версию, где TDP будет составлять 25 ватт. В итоге в самом лучшем раскладе вы получите возможность играть в современные игры в HD разрешении на средне-низких настройках примерно в 30-40 FPS. Или же во что-то мультиплеерное и достаточно простое в Full HD разрешении на скорее минимальных настройках. Так что рассматривать такие бюджетные ноутбуки как игровые решения явно не стоит. Также в продаже встречаются модели с Core i3-606U и Core i5-7200U. Брать их лично мы не рекомендуем. Они имеют в два раза меньше ядер и ниже частоту, что сильно скажется на итоговой производительности, будь то софт, будь то игры. А вот что же касается видеокарты, то тут можно сэкономить и взять модель на интегрированной графике от Intel. Да, тем самым вы себя практически полностью лишите игр, но при работе и просмотре видео вплоть до 4К никаких проблем не будет. Да и невелика разница между 10.30 и интеграшкой от Intel. Разумеется, сразу отсекаем модели на Celeron и Pentium. Они настолько слабы, что даже Windows 10 будет ворочаться тяжеловато. А Full HD видео на YouTube хоть и будет идти плавно, но загружаться и листаться будет неприятно долго. Имеется и другая сторона медали, а именно ноутбуки с процессорами от AMD. И тут мы получаем интересную ситуацию. Так как решения на Ryzen 3 начинаются всего от 22-23 тысяч рублей, за которые вы получите двухъядерный проц и встроенную Vega 3, сравнимую с Intel HD график с последних поколений, то в принципе это отличный выбор именно в самом бюджетном случае. Ноутбуки с примерно аналогичным Core i5-7200U стоят обычно 1000 на 4 дороже, что ощутимо бьет по итоговой стоимости. А вот решения с Ryzen 5 или же 7 особо смысла брать нет. Они стоят сравнимо с решениями Core i5-8250U и MX150. При этом имеют худшую производительность. Возможно с приходом третьего поколения мобильных Ryzen ситуация изменится, но пока в этом смысла особо нет. Только в самом бюджетном варианте с третьими Ryzen. Далее оперативная память и жесткий диск. К счастью, тенденция распаивания на плате всего что можно и чего нельзя дешевые ноутбуки не затронула. Тут все так же никогда не распаивают накопители и редко когда нет хотя бы одного нераспаянного слота под ОЗУ. А зачастую даже и оба слота памяти можно апгрейдить. Так что с учетом того, что производители оценивают старшие конфигурации с большим объемом памяти и накопителями куда дороже, чем они стоят на самом деле, апгрейдиться лучше самостоятельно. К счастью, большая часть таких ноутбуков стартует с модификациями на 4 гигабайта оперативной памяти и с жесткими на 500 гигов или терабайт. Ее и имеет смысл брать. Чем меньше, тем лучше. Просто потому, что вы всегда сможете добавить памяти столько, сколько вам нужно. И естественно в пару к жесткому диску нужно будет поставить SSD. Он очень серьезно увеличит скорость работы и общую отзывчивость системы. При этом не обязательно брать твердотельный накопитель большого объема. Для системы и основного ПО вполне хватит 120, ну или в худшем случае 240 гигабайт. Далее экран. И тут все более чем понятно. На 4К рассчитывать не стоит. Но и брать модели с HD+, то есть 1366 на 768 пикселей, мы категорически не рекомендуем. Эти матрицы родом чуть ли не прямиком из 2010 года. Тусклые, отвратительные углы обзора и очень плохая цветопередача. Да, это все именно про HD+. Поэтому оптимальным решением будет Full HD, то есть 1920 на 1080. Это даст вам гарантию того, что матрица будет как минимум серьезно лучше, даже при том, что она TN. Углы обзора будут лучше, яркость выше, четкость поинтересней, да и плотность пикселей куда выше. Конечно, идеалом можно считать IPS Full HD дисплей, который в принципе мог бы влезть в данный бюджет. И если у вас получится найти такое решение, то конечно же стоит остановиться именно на нем. Главное это не рассчитывать на 4К, но и не падать в яму к HD+. Прежде чем перейти к следующему совету, рекомендую всем и каждому подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны. И конечно же нажать на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Ведь хоть выходят они и не так уж и часто, внимание достойны явно. Да и чем больше будет зрителей, тем чаще мы будем радовать вас новыми видосами. Теперь можно затронуть и аккумуляторную батарею. Казалось бы, со временем CPU и GPU в ноутбуках становятся все экономичнее и умеют работать в различных режимах энергосбережения. Софт и сама Windows также все лучше адаптируются для продления времени работы от аккумулятора. Увы, всю идиллию портят сами же производители ноутбуков, банально уменьшая емкость батареи из поколения в поколение. В итоге сейчас можно рассчитывать в нашем ценовом сегменте на аккумулятор, который в лучшем случае при максимальной энергоэффективности сможет работать часа 4, ну максимум 5. При этом в максимальной нагрузке разрядится за часа полтора. Возможно, конечно, если вы сильно снизите яркость экрана и неплохо повозитесь с настройками энергосбережения, то можно получить тормозной, но живущий 6-7 часов ноутбук. Короче говоря, на целый день работы рассчитывать не стоит. И как минимум держать где-то рядом зарядку или пауэрбанк. Далее набор портов. USB-C, Thunderbolt и DisplayPort это перечисление всего того, что вы с высокой долей вероятности не увидите в данном ценовом сегменте. Стандартным набором можно считать 1 или же 2 USB 2.0, в лучшем случае 2 USB 3.0, карт-ридер, 3.5 мм разъем и HDMI. Все остальное сугубо опционально. К счастью, VGA встречается все реже и в редких случаях производители даже радуют USB-C. Правда, работающим зачастую в режиме USB 2.0. Короче говоря, всю основную периферию подключить вы сможете, но рассчитывать на возможность запуска внешней видеокарты точно не стоит. Клавиатура и тачпад. Что удивительно, эти элементы ноутбуков действительно стали лучше. Так, теперь достаточное количество ноутбуков имеют жесткое основание клавиатур, так что печатать становится куда приятнее. Также в моделях ближе к 35 тысячам рублей можно найти и подсветку, что упрощает печатание в темноте. Что же касается тачпадов, то за последние лет пять тут прогресс просто колоссален. Если в году 2012 это был простенький небольшой кликпад, в лучшем случае поддерживающий трехпальцевые жесты и с трудом заменяющий мышь, то теперь это большие сенсорные панели, понимающие жесты как минимум пятью пальцами, при этом точно реагирующие на прикосновения и позволяющие забить на покупку мыши. Ну, как минимум для работы. Разумеется, в премиальных ультрабуках и ноутбуках тачпады серьезно лучше, но все же наконец уровень мышь «Зверь домашний» преодолен. А вот в случае с корпусом в бюджетных моделях, можно сказать, ничего не изменилось. Они все так же делаются из скрипучего пластика и в лучшем случае передняя панель будет из металла. В итоге, любые взаимодействия с ноутбуком будут сопровождать скрипы и трески. Сделать с ними ничего нельзя, а полностью избавиться можно лишь в устройствах с полностью металлическими корпусами. Но и стоят они, разумеется, куда дороже нашего бюджетника. Напоследок, операционная система. В данном сегменте очень много моделей, которые поставляются с DOS или Linux. И нет, мы не призываем использовать последнюю ОС. Конечно, Linux это неплохо, но для работы все равно придется использовать Windows. Просто дело в том, что в данном случае отсутствие лицензии на Windows 10 сэкономит вам пару тысяч рублей. Что достаточно серьезно, если вы хотите сэкономить. Ну и конечно же, я думаю, не стоит рассказывать о том, как активировать Windows 10. Ну а в виде паскриптума имеется еще один вопрос. Стоит ли ждать в ближайшие полгода чего-то нового? Ответ нет. 10-нанометровые процессоры от Intel появятся в лучшем случае к концу года. И едва ли они сразу попадут в бюджетный сегмент. AMD также говорит, что 7-нанометровые процессоры на архитектуре Zen 2 попадут в ноутбуки скорее всего уже в следующем году. А мобильные райзены третьего поколения особо не удивили. Во-первых, это 12-нанометровый техпроцесс. Во-вторых, все те же 2 ядра в бюджетном сегменте. И в-третьих, в самом топовом варианте, это 4 ядра на 8 потоков. Причем еще и всего-то с 10-й вегой. Радует лишь появление Атлона 300U, который может оказаться отличной альтернативой пенькам и целлеронам в ультрабюджетном сегменте. А в случае с видеокартами, конкретно Nvidia для бюджетников оставила Pascal, то есть 1050 Ti, а обычная 1050 и та же 1030. Значит и новый MX150 просто не появится. Да и смысла в этом особо нет. Возможно, конечно, есть вероятность получить какую-то бюджетную видеокарту от AMD, но на это пока что даже и не было намека. Так что даже этого стоит ждать как минимум в 2020 году. А все советы, которые я вам сейчас дал, актуальны на протяжении всего 2019 года. На этом все. Надеюсь, я вам как-то помог и донес полезную информацию. Спасибо всем за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Удачи и до новых встреч.